Нужно повторять первую или не нужно? Нужно, нужно, давай. Да, 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 давай. Ну, мы определили, как вообще рождается продукт и решение в обществе. В этом процессе должно участвовать. Как минимум, он генерирует идею дизайна. Продукт, который он генерирует, он должен обозначить. И иметь ресурсы, согласовательность той группы людей, без которых реализация будет невозможна. Это на первой лекции мы поняли. На второй лекции мы поняли, что эта группа людей в дальнейшем, в более глубоком изучении, делится на послителей, на производителей, на коммуникации. Вот развивается это что? Что архитектор, дизайнер с ресурсами, он, в общем-то, занят конкретно изготовлением продукции. Либо стремится получить конкретику определенную. Словно, видите, это суть архитектора, инвестора. Они больше генерируют какие-то мысли, которые приняли архитектор, и он их уже не применяет, либо нет. Все это происходит через на коммуникации, которые в этом процессе без него ничего реализовать невозможно. И чем быстрее совпадут картинки мира, тем быстрее этот продукт будет у нас. Вот что, когда мы снеслили, это потребители, и тот, кто это хочет вообще иметь, получать, либо комфорт, либо употреблять, либо читать. Ключевое, что я лично, допустим, уже немножко добавляю, но не нарисовала, то, что чем ясны картинки, тем меньше вероятность войны. Потому что, если не попытаться совместить картинки, то возникает война и одна цель уничтоживания из картинок. Но результаты они добиваются. И такой вот момент мы даже заскорили немножечко по поводу антологии, то, что это все-таки подразумевает, что у людей, которые в этом процессе участвуют, должна быть какая-то позиция гражданская и жизненная, которая их каким-то образом обобщает. Иначе, если у них нет общих позиций гражданских, жизненных, то они идут все к разным целям и война. Но это красно. Красно. Спасибо. Я вначале немножко не согласна, а так, конец, то есть, просто лекция почти так. Просто первое то, что дух, например, я поняла, что существует слой деятельности, в котором находится архитектор, тот, который создает для потребителя какой-то продукт. И, ну, то есть, планы для него не сам продукт, а цель, которую он себе поставил, удовлетворение потребностей потребителя. Вот, это слой деятельности, при этом для того, чтобы этот процесс, ну, как бы, произошел, необходимо еще несколько участников, которые в этом процессе, ну, как, посредством коммуникации с архитектором и потребителем участвуют. И, как бы, в итоге все приходит к конечной цели, еще существует домышление, которое есть у каждого, есть вот участников этих процессов. И, ну, вот, здесь могут возникать разные картины мира у каждого из этих участников. И для того, чтобы прийти к цели, нужно максимально эти картинки мира, ну, как бы, чтобы они были похожи. Спасибо. Вопросы есть? Без рук. Сейчас будут. Есть вопросы? Что они изменят в своей жизни, узнают это? Что они изменят в жизни, если они не знают? Ну, если, допустим, себя поставить на роль какого-то из этих людей, допустим, архитектора, мне кажется, можно проявлять их в пальцу, к людям, которые другие участники процесса, и стараться, ну, как-то, войти в положение, если какие-то конфликтные ситуации. Хороший ответ. Потом уже неплохо, да, знать, что нужно коммуницировать хотя бы. Слушай. Привет. Мы подошли к зарисовке картины, значит, изначально, с точки зрения анатомии. И здесь, как бы, спросили друг друга, что вы помните из прошлой лекции, господа. Достали котратки и подошли к тому, что все началось с того, что у двух людей разные картины мира. Черные, грубо говоря, и делали квадратик. Это и есть антология. Что значит «стрелочка» в этом языке? Антология нам дает язык. А язык нам дает профессию. Нет, дает способы осуществления деятельности, а способы дает. Да, мы пропустили. Ну, хорошо, можно писать. Дает профессию. Профессия дает вопрос на школу. Сейчас школа дает теорию. Теория правоохранительской позиции. И отсюда появляется цель. Дальше мнения разделились. Интересно. Вся группа пошла по цикличному пути и вернулась опять с правоохранительской позиции целей разным картины мира и получения антологии. А я там облега, который всегда просил. А я, как оранжевый маркер, пошла по разным путем. И ее картина мира не циклична. Она возвращается у нее все время. В обратном направлении она проходит те же самые пути. Ну, тоже красиво. Да. Ну, вот. И, собственно, банды. Здесь это стата из вашей прошлой лекции. Ну, прочитайте. Антология дает инструменты. Антология создает одну карту для всех. Бои не люди, а антология. Ну, так далее. Если читать, то не знаю. Так, мне непонятно. В общем, антология позволяет нам подумать о будущем. Также создает одну картину для всех. Дает представляем объекты, которые нельзя потрогать. Удерживает разные феномы действительности. И создает возможность для совместной деятельности. И чтобы антологию предать другому. Попросить его это представить тогда вам. И то, что вот мне очень больше понравится, что воюют не люди, а антология. Откровение. Потому что я-то с людьми воюю. Спасибо. Хочу отметить, что при составлении этой карты мы постарались максимально приблизить картины друг друга о представлении данной работы. Представление, как выполнить эту работу. Мне кажется, у вас получилось. Мы старались. Спасибо. Не видно антологии, язык, язык, песен. Профессия школа, теория, управленческая позиция, цель. Потом опять в итоге. Ну, либо наоборот. Как? Я поражаюсь. Выкладывайте за три минуты. Как-то ты мог быстрее играть. Да, ты часа. Коллеги, у вас как? Вот как надо. Как сказать? На наш взгляд, это вопрос, раньше, речь шла о двух вещах. Двух конфликтах. Первый конфликт, то, что мысли не передаваем, а второй конфликт, связанный с разным восприятием того, что это компетенция. И что от компетенции нужным участникам, людям, руководителям. Собственно, разговор с антологией, об антологии зашел именно из-за того, что мысли не передаваем. То есть нам нужно какое-то представление, какая-то метафора, что-то, что позволит нам этот конфликт разрешать. Дальше, я рад, я совершенно похожа на то, как ребята рассказывали, язык, способы, профессии, школа, управленческая теория, позиция, цель, личность, выбор, граница развития. У нас была интересна внутренняя дискуссия о роли знаков. То есть, потому что знаки, с одной стороны, являются выражением языка, а с другой стороны, знаки тоже определяют способы. То есть, надеем, каким-то языком, какими-то картинками, и знаки тоже влияют на способы. Поэтому у нас там возникли множественные пересечения о роли знаков в нашей коммуникации. Второе, у нас было затруднение, у меня это персонально совершенно, то есть мне было очень трудно понять, что это за цель и как она со всем связана. И я понял, что этот разговор о мантологии, он тоже является частью организационного деятельностного подхода. И эта позиция не вообще позиция, а позиция людей в рамках той схемы. Я себе так объяснил, и вот тут с этого момента стало проще. То есть, вот это представление о мантологии является частью этого подхода, и в рамках его очень понятно. Шаг в сторону сразу затрудняет. То есть, типа, есть архитектор, и у него... Да, да, совершенно. Этот разговор касается именно вот тех вот определенных ролей, да, там, архитекторов, представителей своих директоров, да, и так далее. Вот это для меня было важным и новым. Спасибо, Катя, что мне это объяснило. Вот. Еще мне лично кажется о том, что вот очень важная часть этого разговора касается границ развития, действительно, мантологии, и определяет, насколько мы способны развиваться в рамках мантологии. Это довольно важный вопрос. Если ты хочешь развиваться, тебе нужно уметь выходить за границы антологии. Мне тоже показалась эта мысль довольно важной. Значит, ну, антология... Еще важный нюанс, который мы предколлеги не сказали, вот, все там у нас вот то же самое, еще о том, что антология представляет образ будущего. То есть, наше представление о том, куда мы пойдем, что тоже довольно важно, тоже в область конфликтов, в область разного восприятия. Второе, там, дилемма, да, я даже как весы нарисовал, да, у нас был разговор о людях, компетенциях и руководителях. Мне показался конфликт очень важным, нам показался, потому что люди действительно не осознают о том, что руководители очень часто хотят купить у них именно компетенцию, где-то в голову не влазит. Да, руководители хотят именно этого, но при этом руководителям самим не хватает умений из-за этих компетенций собрать средства, машины. То есть, такое неумение с двух сторон вот этим механизмом пользоваться, хотя он часто, на самом деле, предлагается в любой крупной компании, да, вы услышите разговор о компетенциях, при этом оба участника процесса не умеют этой штукой пользоваться, вот это мне показалось очень интересно. То есть, мы берем штуку, которую вообще не знаем, что с ней делать. Вот. А у вас не цикличная схемка? Нет, у нас там как-то, ты можешь пройти с логичневой снизу вверх, да, у тебя есть обратный пункт, ты можешь пройти отсюда-сюда, да, но вот, как бы, нет, у нас она не цикличная. А как еще, я не очень поняла, как антологии создают будущее, то есть, типа, люди договариваются... А в антологии есть некоторое представление либо о механизме возникновения будущего, ну, например, в православии, «Живи сейчас», я, например, был в церкви, я спросил у батюшки, «Батюшка, как там с концом света?» Батюшка говорит, «Да, твоя жизнь», говорит, «Жить и радуйся, не волнуйся». Например, вот, «Представление будущее», да, там, «Живи сейчас» и «Не волнуйся», да, вот, православный представление о будущем. В управленческой любой теории, например, представление о будущем связано с планированием, да, то есть тебе нужно предположить, там, тренды, вот, какой-то транспотинг, вы занимаетесь, да, то есть есть некоторое представление о том, что будущее предопределено в какой-то мере, да, и задача вытащить из головы эти предопределенные точки, ну, так называемые, предсказанное будущее, там, некие, и предположить, каким оно будет. Вот, каким образом, разная антология определяет разное, вот, в будущем разное представление о том, что может быть зайти. Коллеги, я хотел бы сейчас сделать такой такс, дать еще раз всем высказаться, чтобы мне понять, каким образом все-таки построится наше сегодняшнее общение. А высказаться я хотел бы попросить каждого. Вот мы вообще в конце наших игр, когда мы проработаем, мы просим людей сказать, а что было, а что показалось интересным, а что оставило еще для размышлений и этим надо заниматься. И по сути дела я вас сейчас попрошу, вот прям каждого высказаться на эту тему. То есть что было, какое произвело впечатление, что оставило, вопросы, и чем нужно заниматься. То есть у нас такая сессия, во-первых, таких глобальных отражений произошла, каждый стол нам представил свое понимание лекций, а сейчас я бы хотел от вас узнать, в общем, лично и индивидуальное понимание. То есть все-таки вот, и оно поможет мне получить какие-то вопросы, которые я постараюсь сегодня раскрыть, потому что на самом деле все, что хотел, я посмотрел по своему списку, я вам все за прошлые две лекции рассказал, у меня остался там один нюанс, который я никому еще не рассказывал, по сути дела, он никогда не рисовал, и попробую вот как раз представить свою собственную визуализацию, касается она вот циклично, это процесс или нет. Вот у меня это нарисовано, и я вам расскажу, как я это рисую, как я гляжу. Вот, давайте мы с вас начнем, да, и продолжим, так скажем. Конечно, что понравилось или что непонятно? Ну, можно, конечно, сказать, что понравилось, что непонятно, но вопрос был такой, все-таки, что осталось? Чем нам все-таки надо заниматься еще сегодня, то есть тебе вопросы нет? Честно говоря, у нас все были, как-то, что это антология, все-таки, потому что все таблички мы поняли, как все эти процессы работают, вроде мы поняли, мне очень понравилось, то, как вы накладывали разные, так сказать, я не знаю, как это назвать, в общем, мы подавали примеры на вот эти карты с антологическими, как примерами, то есть, когда вот для этих примеров это лучше усладать. Так, достаточно выложенный предмет, и, честно говоря, применять удовлетворение, и так, еще по полочкам движет, как хотел, идем. Хорошо, давайте дальше. Ну, договоренность с прошлой предметой это об деятельности, и понравилось примеры с прошлого занятия в отличном составе, который и глава не знает, что делают и руки, и ноги, и дело. Ну, все. Ну, я считаю, что важнейшим понятием, которое могут усвоить из этих уроков студенты, это понятие позиций. Я считаю, что это самое важное. Потому что с разных позиций разные цели ставятся и разные деятельности ведется. И, ну, сейчас не мысль, чтобы, не знаю, кажется, очень плохо подробно, что вот из этой последовательности важна антология и позиция. Самое важное, мне кажется. Потому что антология, она берет возможность встать на позицию, а вставши на позицию можно сформировать антологию. Вот это, как бы, в цикл позиции антологии. А где он почитал? Ну, у вас есть антология, есть... Фонд, правительственная позиция. Ну, я считаю, что самым важным из всего этого делящего являются два момента антология и позиция. И они друг друга взаимодополняют и определяют. Потому что невозможно иметь антологии, не имея позиции. Потому что антология, она позицию определит сама. И встав на позицию уже можно относиться и не только к своей антологии, но и еще к нам, да, имеющей, что кентовой. То есть вообще вот позиция антологии самая важная. И посередине я бы раздумочил еще язык, потому что язык это та структура, в которой у нас возникают образы и определяет наше мышление язык. Естественно, антология на нашли, как мне кажется, образовывается. То есть вот я бы поставил антологию, позицию, и мы записывали, а в серединку вот много язык. Но что важно, мне кажется, из этих двух блоков условий, это то, что позиция первое, что нужно занять в любом деле. Системный подход у нас назывался, и вот для меня лично, мне, конечно, лекция помогла. Я вот даже сейчас смотрю на доску, ребята с ним были на лекции, когда Мария рисовала проблему, разы. И вот как бы системный подход, он, например, помог обозначить, где я могу сейчас, нарисовать себя, с антологией, со своей позицией. И услышать людей, которые мне нужны для того, чтобы решить проблему с закрытой разрезы, вырезать их картинки, и попытаться с помощью системного подхода и антологии внести картинку свою, и увидеть их, и попытаться на серединке его никак не зацепить. Вот. Благодаря этому предмету у них как-то было и удалось совместить вот эти вещи. Я надеюсь, что я их смогу применить. Это очень сложно, но хотя бы есть, куда-то смотреть. Спасибо. Ну, я, в общем-то, все сказала, может, может быть, вот эта система, да, мне очень нравится, что ее можно наложить на любую, в общем-то, деятельность. Там, в компании, даже если там не 6 человек. условно говоря. Вот. А вот по поводу антологии у меня же до сих пор какая-то немножко путаница, потому что когда бы у нас здесь не стало спор по поводу что такое антология, и я пока не совсем понимаю, есть ли она у меня, потому что вроде как говорят, что за антологию можешь и, как бы, ты готов умереть. Поэтому я, как бы, пытаюсь понять, за что я готова умереть, пока не понимаю. не надо умирать, оживите. Ну, все, спасибо. Спасибо. Схема интересная, общее представление есть, хотелось бы ее применить на практике, бы или не смогу, но хотелось бы попрактиковать как-то эту схему. и согласно так же с коллегами, что антология с их вопросами. Спасибо. Давайте к следующему тоже столу переднем. в моем понимании антологии, она как-то, тема антологии, она, наоборот, какие-то вопросы более понятные сделала, потому что стало понятно, что у всех людей своя какая-то картина мира, и чтобы понимать друг друга, нужно что-то визуализировать, ну, то есть рисовать какие-то картинки, образы, которые приходят, так легче будет договориться, чем, если ты будешь говорить о одном, потому что у другого человека другого столетия, те же самые слова можно воспринимать совсем с другой картинкой, например, какой-то другой рисунок, чем если бы ты нарисовал. Первая вещь. Вторая, примеры, когда вы говорили о примерах с компаниями, когда работаешь, для их просили нарисовать их представление о структуре компании, это тоже очень важный момент, потому что интересно будет применить, если вы работаете в какой-то крупной организации и смотреть, что у людей что-то не получается, что можно как-то решить какой-то конфликт, тоже, опять же, призвав их к, может быть, визуализации какой-то их картины мира, их структуры, чтобы потом как-то призвать. Подолжение следует. для меня стало понятным вопросом этих нашей лекции, что в принципе, это было такое некое понимание, но чётко, как и не было, что у людей разные представления о мире и вообще о своей жизни, о себе и во всём. и если человек недоговаривается, то это так и остаётся в таком уровне недоговорённости, это как куски азбрюка, который сталкивался и откалывался от каких-то кусочек. В общем, чтобы прийти во дну область деятельности, им нужно перед морем, когда они плещутся, успокоить, договорить между собой, что будет пару сторон. И то, что это достигается средством языка, несколько сместилось это понятие, это не то, что английский, русский, а терминология, используемая людьми. То есть у нас сейчас много слов, нового, когда мы учимся, но для меня было очень много новых слов, которые понятия были до этого немножко в другой области. Мы были не такие, как у всех. И многие люди, когда пользуются терминологией, не понимают, что они говорят. То есть для них это одно слово, а я это понимаю по-другому, если приводить это все к общему знаменателю, то качество договоренности и увеличенность, это очень мне понравилось. Понимание того, что нужно вставать на положение другого человека, чтобы увидеть, что он хочет в этой ситуации, оно было, но у меня это не получается дойти до практики практикованного, пытается вставать на сторону в тело другого человека и его эмоциональные и жизненные позиции. Полностью картинно увеличивается, но это помогает и говорится. Но вот интересный подход с тем, что научились савать, чем говорить. Мне тоже понравилось, потому что ты можешь нарисовать кук, сказать, что он кук на человека, понимать, что это за предмет, и если он видит картину, то все становится просто. Очень интересно, потому что многие, опять же, термины встали на свои места, и я думаю, все они тоже по полочкам разложились, были, и теперь нам наверное будет проще договориться. Спасибо. Для меня причем было тоже обсуждение сюжетов о том, как именно можно договориться, между собой, что важно прийти к единому восприятию процесса, и наверное, самым интересным была многоуровневая схема. Мы очень часто в жизни что-то делаем, и видим только какой-то один свой, и не задумываемся даже о слоях других, в том числе о верхней стойке называется с досками мышления. В общем, да, единая терминология, единых условно правил игры. На этом дополнение этого слова в мою картину мира, представление о нем, напоминание о том, что его тоже надо иметь ввиду, правду деятельности, в которую включено много игроков. для меня это было данным причем сообщить. Для меня тот самый основной результат курса в том, что я получил разрешение на несколько утверждений. Первое, коммуникация не существует, управлять не существует, психология не существует. Несмотря на то, что я в своей антологии все равно очень близок к этим утверждениям, но его максимизм никогда последний шаг не хватало. Сейчас, например, себя ощущаю, внутри есть такое облегчение. Разрешение на это утверждение, потому что не изучен риск. Спасибо большое за это. Никогда нигде, никто. Эту мысль, которую я всегда хотел озвучить, когда я не знал, потому что я хотел, но не озвучиться. Это у меня основной результат. У меня очень интересно наблюдение за тем, как новое определение мгновенно перерачивает от силу мира, раскрытие слов, понятия, проекта, проблемы. Это совершенно мгновенно перетасовывает восприятие всего, что есть. Мне очень интересно услышать. У всех так у меня так говорят. Это что, наоборот, для ребенка оказались в этом углу? Я в этом обществе все видела. Совершенно за мгновением это интересно у всех так говорили. Да, я самому изучаюсь. Да, не про правду. Вся так говорили. очень интересно. Потому что про кома засчитаешь восприятие. Сказали искать наоборот. Совершенно мгновенно. Одно совершенно мгновенно изменить восприятие это. Вопрос, на котором я сейчас думаю, если бы это было предназначено, я сейчас поехал и читал лекции. Меня совершенно поражает состояние восприятие содержания двухчасовых лекций за 10 минут, куда делись остальные 60 плюс 50 плюс 110 и вот этот вопрос мне не понятен того, потому что насыщенность реакции нашего диалога очень высокая. Спроси меня, Женя, это все было очень концентрировано. Да, это было очень концентрировано. У тебя хорошие ощущения концентрировано, когда сам себя прошу повторить, у меня получается 10 минут. Дай делать остальное что происходит. Мне было очень интересно вам поговорить и меня говорят в мгновение есть. Спасибо большое. Мы говорим о том, что было, о том, какие вопросы сейчас есть. Я получила для себя не чисто практическое применение уже полученное знание, потому что по данной схеме я планирую например с вами что-то замечу. что-то в своем отношении к своему будущему. То есть я ему все рассказала сразу после занятия он должен обрюбить учиться у меня и мы с ним вместе все это освоили. Это с практической точки зрения очень большой пищи для размышления вообще в принципе потому что я никогда не изучала философию но меня всегда тянуло и наверное мне больше скромного мне захотелось покрутиться почитать посмотреть и более структурно сделать свои знания в этом просто я посмотрела прим сюда в республику перед послушанием кучу ледовцев штуки родительского ну скажем так помогло успокаивать во-первых я вновь мы слова антологии во-вторых лекции структурированные мысли которые я вновь в то что я сэк слова это знаки то что вообще говоря я все время говорил что слова не нравится по ним нельзя оттенку увидеть целую только если не посмотреть в голову и тут я услышал подобные высления и структурированные и ну как-то все равно призналось и в контексте вот как раз разных антологий становится понятно конфликты но у нас не всегда понятно что будет делать потому что то что надо визуализировать представить какую-то общую картину не всегда понятно как это все равно сделать если есть страница то все равно все равно согласны Я немного не согласна, что эта схема должна будет прийти на металл, потому что, кажется, что антология, и что их жизненный опыт, каждый человек не разный, поэтому это разные картинки, поэтому если даже не будет существовать больше половины этих сегментов, в принципе, это будет то же самое антология. Ну, а в целом, схема? Для меня очень актуальна проблема в северке картин мира, потому что я пытаюсь войти в очень низкое время, и за это время очень много было изменений. Начиная от того момента, когда стали развиваться речи в интернете, когда приложения перешли в интернет. Когда стали развиваться другие какие-то технологии, появлялись какие-то новые тренды, стали появляться новые профессии. Раньше был дизайн-интерфейсовый дизайнер, потом стало дизайн-идимое действие, потом проектировщик как-то в это время появилось. И когда себя, допустим, минимально на работу, да, я еще студентом была, училась в параллельной работе, как раз вот вы хотели бы пытаться получить какую-то компетенцию, но при этом у руководителя, да, личного менеджера, и у меня, как специалисты, иногда в картине эти не спекновались. Потом еще параллельно получился, появился юзоберительный специалист, сейчас это как бы все понятно. Сейчас новое веяние уже там более топа относится, это продукт-менеджмент, который ближе к дизайн-менеджменту, да, создание инноваций, создание продуктов, манерарный продукт. Эта сферка картин мира, она очень важна, потому что когда люди разрабатывают один продукт, им очень важно понимать, что они могут дать друг другу и к чему они могут прийти, какие инструменты они могут использовать. Дополнительно можно сказать, что резуциация проблем очень здорово работает, и я вижу, что в разных компаниях этот метод применяется. Я еще люблю пользоваться таким методом, он очень простой, очень быстрый, но не относится к цивилизации. Когда общаешься с человеком, просто спросить, правильно ли я понял, что, и дальше его просто перефразировать, но со своей точки зрения, то, что он тебе сказал. И вот на этом моменте уже можно какие-то досветки, какие-то широковатости, их уже убрать. Так что, спасибо большое. Ну, я, в общем-то, скажу так, что мне было интересно послушать вот эти вот звеньев главной цепочки, которые мы тогда рассказывали. Судья, т.е. все остальные, потому что я являюсь сейчас одним звеном, позади цепочки. И, в принципе, мне это очень знакомо, понятно. Конечно, в принципе, у всех разное внимание, разных вещей. Здесь мне, наверное, в данном случае, в этом контексте интересно послушать вообще, а есть ли какие-то универсальные смособы для того, чтобы все-таки прийти к чему-то одному? Потому что у нас у всех разные технологии в работе. Мы используем разные способы того, как нужно договориться. А есть ли, возможно, какие-то другие ваши представления и способы, как могут у людей прийти к единому мнению? Да. Но именно в глобальном вопросе. В вопросе управления компанией. Не только на уровне того, как взаимодействуют с тем, кто финансирует, с человеком, который оценивает и защитит отстанавливает. Да. Способы. Это было очень важно на предыдущей лекции. Вы рассказывали о способах, чтобы по факту купить пряник и договориться. Но, по-моему, они все вытекают друг с другом и друг другом заканчиваются. Было бы действительно очень интересно послушать, может быть, есть еще какой-то вариант. Потому что для некоторых людей очень сложно послушаться и объяснить, вернее даже не объяснить, а даже услышать и правильно понять, вообще скоммуницировать. А в целом, конечно, предмет очень интересный. И вы когда начали рассказывать на первом занятии, я вспомнил, что интуитивно, я думаю, что все применяют приблизительно какую-то такую методику, при, не знаю, сходе с эскалатора, там, то, что надо правильно организовать, так как ты не хочешь пострадать там, не хочешь там, но при этом тебе надо не опоздать. Или, там, при, не знаю, организации бизнеса, схема везде. Это как раз я начал на это обращать внимание, когда учился, что включить эти психологии, которые не существуют. Спасибо. Спасибо. Мне понравилось то, что, во сколько сейчас здесь было мнение, все идет к тому, что дисциплина уменьшит не неким теоретическим основам, хотя, конечно, начинается все с этого, а именно уменьшит как раз посмотреть на теорию системы, с одной стороны практики и подумать не что, а как. То есть, такое процессное мышление не что значит термин металлогии, а что он значит применительно ко мне, что он значит применительно к своей команде, моей группе, этому миру. И так вот, в принципе, все схемы, которые были, они вот как-то такие подвижные, то есть, как организм, то есть, ну, живые, а не просто какие-то кусочки там, квадратики, схемки, что откуда идет. Ну и, конечно, был очень, может быть, это достаточно простой опыт, но это был интересный опыт, когда мы тоже рассказывали с несколькими людьми, в общем-то, казалось бы одно и то же, но другой интерпретацией, но просто был интересный, как экспириенс. Там девушка рассказывала, это же философия, да? А у меня был период истории, а сейчас не период философии, причем там супер довольно. Стоит у меня вопрос, как показать людям, что этот маркет зеленый? Я делаю глубочайшие вообще исследования, там опрашиваю людей, там, везу психологический анализ, смотрю тенденции и прихожу к выводу, что этот маркет зеленый. Вот я думаю, это философия, никак. И это уже так глубоко копаешь, и таким очевидным. По поводу антологии я скажу, что я не поняла, ладно? Я не поняла, что антологии ставят какие-то границы, но я не поняла, как за эти границы выйти. Создать новый объект, так сказать. Не поняла, ладно. А второй у меня был вопрос, который я не поняла, это, сейчас скажу, что сначала антология она объединяет, а потом она начинает, после того, как она объединена, она начинает просыпаться на всякие множества. А все остальное здорово, потому что очень полезно понимать, что это не ты плохая, это просто у тебя антология, там, с разницей, там, 20 лет у твоего ребенка, допустим, я хоть и что бы ей там не нарисовала бы, бывает, что не донесешь. Просто даже понять, что не донесешь. Вот, все равно спасибо. 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 Ну, тогда... Ещё не вообще нет. Да, спасибо. Вот, я вспомнил, что на первой лекции каждый из нас рассказывал о том, с какой целью он пришел на предмет, он хочет узнать. И для меня самое интересное, и проявленное, это, конечно же, схема антологии деятельности, потому что она даёт ответы на очень многие вопросы, и как всё построено, как компании, как строятся проекты, как строятся взаимоотношения, как сделать, как привести людей к единому видению некоторых абстрактных вещей. Я немножечко начал уже применять результаты нашего курса в работе. Действительно, когда мы сидим и рисуем на листиках какие-то вещи, которые к нам приходят в голове, особенно это актуально действительно, очень много абстрактных вещей, потому что очень много абстрактных вещей. И действительно, эти схемы приводят к тому, что люди начинают понимать общую картину, приходят к единому мнению, и это даёт как бы дальнейший процесс, дальнейшее работа над проектом, она идёт более эффективнее. Для меня стало теперь непонятно то, как выйти за рамки антологии. В школе, в институте родители давали определённые схемы, по которым мы жили, по которым я жил уже очень много лет. В 28 лет я применял одну и те же схемы, и сейчас я узнал, что схем может быть очень много, что есть одна схема, которая объясняет много вещей, но тем не менее есть какие-то вещи в голове, которые остались, которые не так легко перенастроят какие-то вещи, не так легко настройки сделать. То есть есть понимание, а настройки, чтобы открутить, чтобы расширить своё сознание ещё будущего, пока это не очень понятно. Но антология, конечно, тоже очень интересная вещь, и ещё непонятно то, почему жизнь не проект. Я написал эту фразу, но забуду уже. Жизнь не проект? Да. Спасибо вам большое. Если я набросал список вопросов, то у меня оставалось то, что я заготовил и хотел вам рассказывать дальше. Ну, мне так хочется немножко прояснить, может быть, по нюансам, которые я увидел. Вы когда рассказывали о деятельности, вы поместили сюда вот дизайнера-архитектора, ну, потому что я, наверное, его сюда поместил. Но вы же понимаете, что его может здесь не быть, да? То есть это не обязательно на дизайнер-архитектора. То есть на самом деле я их рисую для того, чтобы сделать проход в зону микро. То есть у нас, на самом деле, схема этой деятельности, схема этой деятельности выглядит вот таким образом. Сознание способностей средств, исходный материал, конечный фразу. Это вот у нас слой деятельности. И, в принципе, это вот такие, здесь есть позиции. Вот те позиции, которые мы рисуем здесь, они из этого слоя постоянно приходят в этот слой коммуникации. Вот они всё время здесь где-то находятся и сюда вот идут. Потому что, ну, это я вам рассказываю, что архитектор, он первый, поэтому он сюда первый выходит в этот слой. А так они все здесь. И всегда считалось, что они здесь. И я вам рассказывал, что архитектор вот этого слоя, от этого на практике бизнес больших компаний, ну, как бы в теории, московский экологический кружок, это уже выяснено к 70-м годам прошлого. К тому времени, когда я родился, московский экологический кружок уже обознан. Стоит как минимум 20 лет. Слой деятельности и слой мыслей коммуникации. А бизнес к этому подошёл примерно 20 лет назад, когда компания Shell отделила свой производственный цикл от стратегического планирования. и сделала два разных предприятия. Сказала, мы-то, конечно, понимаем, что это у нас одна компания. Но вот эти занимаются рутиной деятельностью. Просто из исходного материала делают конечный продукт. Каждый день. И то, что у нас там есть, продажники, реклама, что там ещё, стратегии и всё остальное, это неправильно. Нам отсюда надо это всё забрать и вот здесь организовать между ними всеми коммуникациями. И тогда это будет эффективно. И разорвали своё предприятие. Выделили там два, как я вам рассказывал. Вот British American Tobacco. Есть British American Tobacco маркетинг. И British American Tobacco производство. Не помню, как называется. Маркетинг здесь в продаже. Со стратегией производства здесь. Ну и другие компании возьмите. Может быть, и в Олимпе. Как можно? Ну, есть разделение по отделам, но у него так быстро эту схему применить. Как все компании. А коммуникация есть на значение? А у них компетенции не берутся? И не надо вести задачи совершенства некомпетенции производства? Как они не управляют? Это если они не устраивают коммуникацию? Не понял. Ну вот смотри, производством занимаются люди. Вот здесь, производство. Ты говоришь, там должны быть способности. Но здесь же есть директор, который производством управляет. То есть способности. Где? Здесь, да. Внизу. Внизу, конечно. Какое мы возьмем предприятие? Вадим. Тойоту? Да. Мы про Тойоту ничего не знаем. Да. Ну, автомобильные. Да. Ко что я считал? Способности есть, да? Ну, там какие способности? Там коммерческие часы. То есть там, вот я был на заводе, на двух заводах я автомобилю был. Был на автобазе и был на аукре. Вот я считаю просто по непрерывному управлению, по системе непрерывному улучшению качества. Есть такие системы, но никак не делено в одно другого. Прямо даже берут какого-нибудь крупного управленца и заставляют его стоять за станочком и давать предложение по улучшению рабочего места и так далее. И его проводят снизу, вверху, так сказать. Значит, заставляет его выйти в рефлексию, по сути дела, по поводу своей деятельности. И при этом научить других рабочих выходить в рефлексию. То есть он, находясь там внизу, зная теоретические знания о том, что есть проблемы над этим всем, он об этом рассказывает работягам. И рабочие тоже вместе с ним выходят в рефлексию. И когда они выходят, следы остыются в их головах. То есть они тоже постоянно пишут о улучшении. Что вот эту операцию лучше по другому делать. Здесь-то ногу лучше перенести туда. А тут надеялся на них. И вот тоже альтернатива. То есть мне кажется, никакого разделения нет на действие. Если есть система непрерывного улучшения качества, то там не может быть отделения мыслей коммуникации от деятельности. Ну, я-то имел ввиду, что этот процесс, он может идти постоянно. Ну, то есть если мы работаем до абсурда, говоришь, каждый на своем рабочем месте должен выходить в этот слой. Занимать по очереди все позиции. Ну, то есть должен отвечать на вопрос. Как я с точки зрения архитектора работаю? Я то делаю или не то на своем рабочем месте? Как я с точки зрения инвестора работаю? То делаю или я на своем рабочем месте? Или не то? То не должен допустить. А? Нет, нет, нет. Если, слушай, это не до управления компетенцией, то надо по другому устраиванию системы. Ну, смотри. А если нет управления компетенцией, может быть, не надо делать. Уже всем давно известно, что сигареты, электричный америка, табак, станок печатает, а там вообще никакими компетенциями это управлять не надо. Уже засунули это в производство. Может быть, в этом часто дальше учили. Можно справедливо отделить и решить. Но это зависит от того, нужно ли управлять компетенцией. Нет, ну смотри, ну тут все равно же есть люди, которые продолжают работать. То есть они, ну там, я не знаю, я не думал на автовазе. Вот, значит, в Ангельштадте, на заводе диалога, там такой здоровый станок, там вот такая рука, такая гигантская. Она берет вот так вот эту руку стекло луковое и вот такую машину прикладывает. Точность вообще там сборки, ну там 2-3 миллиметра, по-моему. То есть и такой огромный цех, значит, вначале это просто вот жестяные листы такие стоят. Видно, как из этих жестяных листов выдавливают детали кузова и вырубают. Потом эти детали кузова некрашенные собираются на шасси, потом красятся. И потом, значит, там такой вот ручной труб, там какой, рабочий, привинчивают к дверям обшивку. Там вставляют ручную магнитофон или там системы какие-то там акустические, там CD, там я не знаю. Все, что нужно сделать рабочим, ну там дополнительно. Идет такой блок, в котором записано, чем эти автомобили друг от друга отличаются. Какой цвет, там магнитолог, или там CD-чейнджер, или там телевизор туда должен быть вставлен и так далее. И вот это вот все собирается. Ну и в принципе, конечно, в принципе каждому рабочему не помешало бы рефлексии, как улучшить его работу. Или там, допустим, из рефлексивного слоя сюда может прийти консультант на этот конвейер и сказать, да, ребята, а вы что, собственно, винчиваете простыми отвертками? Сейчас уже изобрели автоматически, винчиваете автоматическими и может что-нибудь там улучшить. Потому что он на все смотрит с внешней стороны. Потому что тот парень, который крутит отвертки, ему, ну, там особо размышлять некуда, он крутит. А на автовазе эту же операцию делает парень, у него две присоски на руках. Он походится в кухню, втыкает две присоски. Идет, значит, на новую машину. С этими двумя присосками вклад играется. Прислоняет там, приклеивается и вот так вот живет. В принципе, ему тоже что-то рефлексировать здесь. Он пришел, две присоски – вставил. Пошел, две присоски – вставил. Ему, в общем, рефлексировать некуда. Ни по японской системе, ни по нашему. Улучшать некуда. Только если, ну, я не знаю, даже если он ходить быстрее будет, то ничего не изменится. Я почему так встрял, потому что, ты сказал, что это современная тенденция от явления. А я встрял, потому что есть другие тенденции, которые… Есть просто обозначить место, что есть еще и другие. Да, не вопрос. То есть я вот так во всем говорю, что задача одна – из деятельности выйти в рефлексии. Кто будет выходить, не важно. Во всем говорю, может любой человек выйти. Значит, ну, как бы я говорю, что для того, чтобы любой человек не выходил, лучше оставить тех, которые присосками работают. Ну, потому что в любой деятельности так. Кто-то копии поезд делают. Копии Ctrl-C, Ctrl-A, Ctrl-C, Ctrl-A. То есть это вот, там, кто-то, не знаю, а чего тут пишется. Тоже такая же рутинная деятельность. А вот здесь собираются те, кто, в общем, может обсуждать стратегически, куда двигаются там предприятия. И причем это не люди и так. Это причем те позиции, которые те же самые люди заняли здесь, сюда вышли, посмотрели на свою деятельность со стороны. Значит, соответственно, здесь у нас вот слой мышления с этими ортодональными доступами. на которых схемы антологически обвинуты. Значит, это я про деятельность хотел сказать. И нарисовать ее еще раз можно. На этот раз без этих фигур. Значит, был вопрос про единое мнение. Как его все-таки получить? Ну, то есть, ну, а его получить, в принципе, нельзя. То есть, вот можно к этому стремиться, но все равно не получится. Но, стремясь к тому, чтобы синхронизировать картинные деятельности, не убивая этого друга, да? Можно вернуться в деятельность вот сюда. И как мы говорим, когда мы обсуждаем что-то, да? Ну, у вас в голову. Мы начинаем в игре называть вещи своими словами и понимать, какой смысл стоит с каким словом. Либо в игре, либо в деятельности. То есть, от того, что мы здесь с вами собрались и стали, там, часто разговаривать о странах, аллоуи, про позиции, про цели, мы стали лучше понимать друг друга. Это очевидно. Я вижу, как мы понимаем друг друга. Как мы под этими словами имеем в виду одно и то же. Потому что мы, я вам нарисовал, вы друг другу нарисовали один раз, второй раз, я вижу, как это произошло. Я не могу сказать, что у нас единое мнение у нас сейчас возникло. Но то, что мы понимаем друг друга и рисуем что-то в одной картине мира, для меня очевидно. Может быть, я, конечно, наивен? И ищу всем нам. Но, в общем, мне кажется, в общем, это преврошло. Ну и, собственно, хочется отвечать на вопрос, почему всё рассыпается, и почему, и как выйти за границу Анталуи. И нарисовать это очень тяжело, друзья. И даже рассказать об этом очень тяжело. И мне всегда казалось, что такой вот какой-то большой вопрос. Откуда у человека вообще берётся энергия для того, чтобы что-то делать? И, на самом деле, вот, рисуя всю эту цепочку, я как раз на этот вопрос пытаюсь ответить. Почему, значит, один утром встаёт с удовольствием, а другой хочет лежать в кровати? Почему у одного посуды чистый тон, а у другого – это склонная рака на грязь? И как это вообще всё в жизни происходит? И когда мы говорим об энергии, я, конечно, имею в виду волю, к жизни, к работе. И воля связана непосредственно с таким понятием, как свобода, потому что, ну, вольную волю, там, вольный ветер. Вроде, казалось бы, наоборот, что хочу переделать. Правильно? Когда мы говорим о воле. Это такие, конечно, очень сильные философские концерты. Помнишь, мы вспоминали с вами про Маквинского, который говорил, «Я сам беру ложку или Бог у меня берёт ложку?» И в этом смысле я понимаю, что, конечно, антология пишет нами. Но почему антология у одного позволяет, имеет грязную посуду, а у другого не позволяет? Почему одного она заставляет вставать с кровати, не идти работать, жить, а другого нет? И у меня ответает вопрос один. Если ты хорошо знаешь мир, и у тебя есть карта этого мира, и ты знаешь про то, что есть сейчас, знаешь про то, что будет, что у тебя происходит вокруг, что за люди тебя окружают, то есть тебе полностью известна вся структура происходящего вокруг, тогда у тебя есть свобода, чтобы действовать, и энергия, чтобы действовать, потому что тебе всё понятно. Если тебе что-то непонятно, у тебя пропадает энергия, и вся энергия тратится либо на то, чтобы понять, либо обеспечить собственную безопасность. И это такое очень рефлексивное суждение мое. И, в общем, чтобы переломить эту ситуацию, ну, когда ты просто лежишь, например, не моешь в кровати и не моешь посуду, необходимо тоже выходить вот в это рефлексивное слое и смотреть на себя со стороны. И принять ту картину мира, которую, например, я рассказывал. Ну, что это действительно так? Что не надо пить, там, допустим, энерджайзера, там, какие-нибудь. Что достаточно посмотреть на себя со стороны. И в этом смысле есть, конечно, борьба антологии. Потому что другая антология хоть говорит о том, что лучше выпить таблетку какую-нибудь, чтобы поднять себе настроение, или пойти в спортзал и заниматься. Ну, нет, конечно. Ну, нет, конечно. Ну, нет, конечно. Потому что в жизни таблеток нет. Ну, то есть нет таких инструментов, которые можно выпить как таблеток. Ну, я имею в виду, мид-бизнес. Нет таблеток. На это приходишь на какое-нибудь предприятие, Женя знает, и они говорят, сделайте нам что-нибудь, чтобы у нас все было хорошо. Они хотят таблетку, они не хотят работать. Они говорят, на вас ответственность, что вас купили. Хотим вас выпить и вылечиться. Ну, человек так же со здоровьем обычно. Таблетки существуют? Нет, таблетки, конечно, существуют. Но вы все знаете прекрасно, что помогают временем, что кормят всех проблем, кормят такую деревню, кормят, то есть у нас все . Лежат гораздо дальше. И лечить надо порчиться. Это я сейчас вам все рассказываю, для того, чтобы не начинать рассказывать то, как вырезать границам товарища. Вот если смотреть на те схемы, которые вы реализовали, или вот таблички, которые вы писали, какие есть гипотезы? Как можно выйти за границами антологии? Смотрите, здесь вот антология, да, породил язык тогда. Я, кстати, хотел вам показать. Видео. Антология разве вообще не переменная часть? Ну не какая-то, она же всегда меняется. Я сегодня узнала что-то новое, моя антология поменялась. Завтра... Нет, элементы только внутри поменялись. То есть новый объект. То есть вот здесь вот. Объект антологической доски. Если что-то новое узнали, то там появилась новая антология. Сейчас у меня здесь... Такой... ... 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 Жалко, что ... 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 Сейчас хочу. Я покажу, как эмология. Можете подойти ко мне? Это простые решения. Если вы подойдёте, возможно, будет проще. Уже всё, уже вы всё видите. Спокойно, я думаю, что это всё. Нет, вы сейчас отключили. Нет, вы сейчас отключили. Нет, вы сейчас отключили. Не так. Нет, вы сейчас отключили. Вот я вам хочу показать, что это время. Да, вот, 90-х рим. Вот, плюс-тысячный век, плюс-тысячный год на наше. Рождение Кришны, появление индуизма. Двух-тысячный год на наше. Рождение Абрама, появление елтаизма. Появление еврейской диаспоры на наше. Рождение Будем, 480-й год на наше. Смотрите, разбивается пультизм. Смерть Иисуса. Снова они пишут себе, 2-й год на наше. Появляются христиане. Вот начинается распространение христиансов. Сейчас будет 570-й год. Рождение Угод. Ислава. Распространение Ислава. Ну вот тут вот. Значит, всякий бой. Россия не принимает 475 год. Значит, 575 год. Здесь слава. Распространение. Субтитры создавал DimaTorzok Вот как распространять этот аналог? Мы же не можем говорить, что до этого времени все люди были приверженцами к этим временам, их вообще найти не искать. Нет, незаконно эти аналоги. Сейчас мир потянул один. А вот у нас группик называется Мальдемократия. Это вот больше, конечно, про идеологию. Но смотрите тоже, как распространяются теории, учения. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... DimaTorzok Продолжение следует... 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 Я специально нескольких раз в январе набирал и смотрел теории, которые считают, что мышление вообще людей это визу. И находил несколько таких теорий, автор доклад считает, что мышление это визу. Ну, потому что это же очень легко тогда объяснить, что мы как-то друг другу заражаются, и люди начинают мыслить визу. Но на самом деле это слишком простое объяснение, потому что не мышление вирус, а мышление так же как вирус передается по сайту коммуникации. Поэтому мы можем это как бы, вернее кто-то это приравнивает. Для нас это очень важно, потому что когда мы говорим о деятельности, мы должны понимать, что и деятельность передается точно так же в коммуникации, и язык передается в коммуникации, и все вообще, что создается человеком, оно передается в коммуникации. Поэтому все те проблемы, о которых мы с вами говорили на предыдущих в коммуникации, и они не понятны. Они не понятны, конечно, передается, но до воздухи бывают. Все что-то одинаково придумывают в одном моменте, и все в одинаковое время начинают делать красное, допустим, это же оно и другие. Ну, конечно, поэтому мы здесь видим, что свой мышление и рисуем. Мы говорим, что оно вот здесь, вот у самохода. Попробую я сворачиваю. Значит, мы с вами говорили о том, что основное, что есть в мышлении человека, и то, что отвечает его от животного, это интеллект, то есть это интерлегеры, это умение разделить действительность на множество объектов. Поэтому я говорю, что и вот здесь, когда мы делим, это тоже способность человека. И вообще, основная способность человека – это делить. Значит, вот он у нас здесь, интеллект, и вот интеллект. И вот у человека такая способность значительно выше, чем у его ближайших соседей по виду. Вот он дает возможность выделить, как вы говорили, например, новые типы деятельности, новые типы деятельности. То есть мы раньше унимали программиста, да, а теперь мы, значит, как-то разделили и поняли, что есть программист интерфейсом, а есть веб-дизайнер. И разделили, и это феномен деятельности, мы его увидим. Значит, и мы сначала вот здесь, в деятельности, выделяем некие феномены действительности. Ну, каким образом? Я сейчас на примере покажаюсь. Это все понятно, да? Значит, эти феномены действительности, вот мы их здесь увидели, вот сюда пришли у нас в интеллект, они нам порождают, это все начинается, они у нас здесь, в этом слое, порождают технологии мышления. Изменяю, но мышление. Раньше мы видели только программистов, теперь мы видели, программисты, веточки займут отдельно, стали об этом по-другому думать. Стали об этом по-другому думать, можем уже описать таким-то образом, нарисовать. У нас вот здесь вот в слое мышления появились новые объекты в действительности. Именно таким образом, как я вам сейчас рассказывал. Ну, то есть мы каким-то образом еще и умеем отличать, что деятельность программистов, а что деятельность дизайна. Ну, в смысле, не программистов, а программистов антрофейцев, а что деятельность дизайна. И, как мы говорили, поместили их в анталон. Это нам вот здесь же, в этом слое, задалон язык, которым мы это все объясняли. Из языка у нас появились знаки. А объекты в действительности у нас из слоя мышления просто вот так вот перешли как объекта нашей деятельности. Мы их теперь увидели в действительности. Язык. У нас породил профессию. Язык. У нас породил профессию. Это прямо как в этом примере, да? Но, если мы видим, например, новые объекты, не знаю, там, в биологии или в химии, то это у нас породит налог. А если это, ну, такой большой язык, ну, такой, как, например, русский язык, то он у нас породит страну. Как это? Ну, потому что те люди будут разговаривать на одном языке, это значит будут наши люди. А те, которые по-другому разговаривают, они значит не наши люди, и он не породит у нас страну с этими людьми. Значит, профессии. Профессии нам дадут, ну, раз профессиональное сообщество, оно начнет в этом слое коммуницировать друг с другом, ну, мы их уже смогли отделить друг от друга и сказать, что это программисты интерфейсов. Они начинают друг с другом взаимодействовать и нам дают способы оперирования какими-то, какой-то деятельности в своей. А знаки, то есть слова, которыми мы все называем, они переходят у нас в свой деятельности. Значит, дальше у нас... А здесь от профессии у нас возникли схемы. Опять-таки, вот здесь у нас сначала появились объекты, но не было еще схем осуществления операций с этими объектами. А теперь появились схемы. То есть это вот здесь вот такие... Помните, я круги рисовал? А вот это то, что управляет этим переходом. Значит, появились способы оперирования, начинаем передавать уже. То есть можем научить какого-нибудь человека быть дизайнером интерфейса. или... Кто там у нас еще второй? Веб-дизайнер. Веб-дизайнер, да. То есть можем создать уже школу и весь веб-дизайнер. Способы у нас оперирования просчитаны, они тут в коммуникации определены. Появилась школа. И что у нас делает школа? Школа уже, не проходя весь этот этап, нарезает редуцированную картину мифа. Редуцированная значит обрезанная. То есть говорят, хочешь быть программистом, дизайнером веб-интерфейса? Иди, мы тебя научим. Ну и вот это вот все не рассказывает, а рассказывает простые инструментальные вещи. Хочешь быть таким, значит, вот тебе язык, там, программирование какой-нибудь один-второй. Вот тебе примеры, как работать. Вот так нужно получать заказы, вот так себя продавать. Столько это стоит. Все. Простая, незамороченная картина мира. В принципе, ну, можно учить восьмиклассника. Он к вам придет, быстренько точится на программисты интерфейсов, и все у него будет хорошо. Правда? Значит, здесь, это я, конечно, узко очень говорю, но та общеобразовательная школа, которую мы все заканчивали, она делает точно такую же редукцированную картину мифа. Она объясняет, говорит, в мире есть физика, алгоритм, геометрия, история зарубежных стран, государства российского, физкультуры, информатика. Мир устроен вот так, наша общая образовательная школа. Значит, она вот так уже была, здесь вот как-то разделила мир и сказала, вот это нас интересует, а это нет. А также говорит, каким образом делится вот здесь вот коммуникация. Вот на шесть позиций, как у нас, или на две. Например, можно сказать, есть начальники и есть их слуги. Можно что-то сказать? Вот мир так устроен. И тогда у нас будет с вами слой коммуникации, тоже понятная картина мира, с двумя так ролями. Это позволит начальникам каким-то образом управлять. Управлять невозможно, конечно, если есть картина мира. А система образования, которая находится вот здесь, она как раз вот эту картину мира и формирует. Как все устроено по контексте управления. То есть вот это обрезанная картина мира, как устроен мир. Здесь обрезанная картина мира, как он управлен. Значит, а в этом слое у нас появляется разделение труда и некая эволюция, которая с тобой связана. И в этом слое появляются проекты. То есть почему жизнь не проекта? Потому что проекты – это история, которая относится только к этому кружочку эволюции. А все остальное – это жизнь. проекты – это какой-то фрагмент деятельности. Ну такой вот, прям очень редуцированный, так я говорю, обрезанный. А жизнь – это весь вот этот онтогенез, который происходит. Потом скажу, что это такое. Значит, и отсюда у нас уже из этих вот институтов здесь находится, который сформировал школу, потому что школу можно только рассказать, какие институты здесь должны быть. Эти институты формируют управленческую теорию. А эта теория нам даст управленческие позиции. вот здесь. И для управленческих позиции у нас дадут цель. А вот на этих мониторчиках появятся границы развития. И все это будет, ну, потом отсюда возьмется идеология. Для того, чтобы оправдать границы. Ну и для того, чтобы защищать, естественно. И все это вот такой вот бесконечный процесс воспроизводства. Потому что каждый раз все эти дела будут вервиться. Я думаю, что сначала идеология, а потом граница. Сначала граница, а потом идеология. Вот, получается, сначала граница, а потом идеология, что-то как-то так. А не на вагу. Ну да. Да, да. Ну потому что мы же не можем ничего придумать. То есть мы не можем придумать какую-то идеологию. У нас сначала должны появиться границы, а потом мы их будем защищать. То есть нам надо будет как-то обосновать способы защиты своих границ. Только тогда появляется необходимость в идеологии. А до этого она не нужна. И вот этот антогенез, он происходит вот прямо таким образом. как 9. Хотя казалось бы, все это произошло из одной точки. Когда вот такая вот человекообразная обезьяна какая-то, вдруг стал разбираться в том, что ее окружает. Ну и по замету не обошлось без женщины. Так, теперь давайте посмотрим вокруг. То есть на конце каждой веточки находится чей-то рак. И естественно, что каждый этот раз вот так вот влияет друг на друг. Ну то есть мы же каждый раз вот наше индивидуальное сознание встречается, ну вот как в этом слое, с проявлением чужих антологий. Если мы возьмем большие антологии, то мы можем сказать, что да, мы встречаемся с носителями индуистской культуры, христианства, всяких различных видов, иудаизма, атеистами. И вот антогенез каждого благоустроен вот таким образом каждому из представителей. Спасибо.